Итак, коллеги, мы начинаем очередь. В следующий раз у нас будет докладчик Смехмата МГУ, это Смолянов Олег Мёрдневич. Он такую тему нам предлагает, это интеграл, это траектория, но формула Эльфейн. Я его предупредил, что он не должен слишком углубляться в математику. О чём это, в начале случая, скажу. Значит, в своё время неожиданно было понято, что можно думать о квантовых процессах в таких терминах, что процесс одновременно идёт всеми возможными способами. Электрон сразу движется по всем возможным направлениям. Через все щели в экране, которые там только есть. Движется по всем возможным направлениям и сам с собой интерфейер. В своё время это было придумано, и на основе этого возникла целая математическая теория, как теория интеграла Фрапутин, которая оказалась полезной не только для квантовой механики, не только для уравнений Шерденгера, но и для других уравнений. Ну, понятно, что, например, для уравнения теплопроводности, которая отличается на уровне деменчиков. На всякий случай ещё раз напоминаю, что по рядам ходит список, куда желательно записываться. То, что если кому-то заинтересовала сегодняшняя тема, то после семинара не убегайте, а выразите своё желание, что делайте по этой теме ещё. Если кому-то... И именно на это, Илья Илья Ильич, скончу это. Существление, это безусловно. Кто это всё? Сначала представьте, что, в основном, не распространяйся. Да, Моя Кирилл, Снегурский и Александр Сибирь, работая с массивами теоретической и экспериментальной физикой. И для того, с этого года у нас в инвентеке организовалась новая специализация, которая называется «Кландарная гравитация приборочной теории». Пожалуйста, я вас сейчас преподаю. Пожалуй, все пока. Сюжет моего рассказа связан с теорией сильного взаимодействия, которая ответит на очень многие вещи, начиная с овязанных сил, и, кончая, внутренность внуклота. Могу сказать, что вы, наверное, слышали, что буквально позавчера получена новая рекордная энергия на воскорительной системе, от которой можно ожидать очень много, поэтому сейчас самое время поговорить о физических энергиях и проблемах, которые решены, как и проблемы, которые не решены. Многие экспериментаторы готовились к этому в течение 20 лет, но я надеюсь, что не было впечатление, что и теоретики 20 лет – это вреда. То есть что-то, что я могу рассказывать, это сюжеты, концепции, которые появились в последние 10 лет, и касаются теории сильного взаимодействия. Я напомню, что, наверное, все присутствующие знают, что есть несколько основных типов взаимодействий. Есть электромагнитное взаимодействие, то есть электрически завяженные частицы, которые имеются, они взаимодействуют с помощью обмена фотоном, имеются гравитационные взаимодействия, то есть массивные, то есть у нас взаимодействует электрически завяженная частица, Есть гравитационные взаимодействия, когда у нас в качестве заряда выступает масса, и взаимодействие происходит причем обмена гравитонов. Есть слабые взаимодействия, которые включают в себя варки электрона, и взаимодействие происходит с помощью обмена так называемых W-базонок и Z-мозбазонов, которые были открыты 20 лет назад. И, наконец, имеется сильное взаимодействие, про которое в основном сегодня будет речь. По-другому еще теория, которая описывает сильное взаимодействие, называется квантовая фронтодинамика. И в качестве переносчика взаимодействия поступает так называемый глюон. То есть это частицы, которые осуществляют взаимодействие между объектами, которые, как принято говорить, заряжены по цвету. То есть у нас есть цветная симметрия, и аналог электрического заряда, либо массы, это цветной заряд. Типичный объект, который взаимодействует с помощью обмена глюонов, это так называемые квадки. И что важно, что в отличие от обычной электродинамики, глюоны могут взаимодействовать между собой. То есть есть еще взаимодействие вот такого типа, когда происходит взаимодействие переносчиков взаимодействия. Что важно, что где сильное взаимодействие работает, и где оно играет ключевую роль, мы знаем, что протон, как мы сейчас все прекрасно знаем, что протон состоит эффективно из трех кварков. То есть вот наши ядра, протоны, нейтроны, все они состоят из трех кварков, а глюиночки из ядерного взаимодействия, которые называются актимизонами, они состоят из двух кварков. То есть у нас имеется протоны, нейтроны, которые состоят из трех кварков, и мизоны, которые состоят из двух кварков. В отличие от привычных нам электронов-позитронов, мы неоднократно видели электроны-позитроны в свободном состоянии, но невозможно увидеть, нет кварков и глюонов, которые существуют в свободном состоянии. И это есть одна из главных проблем физических и высоких энергий – объяснить, почему мы не можем наблюдать кварки и глюона, существующие отдельно друг от друга. Это называется проблема конфаймента. Она в каком-то смысле появилась уже давным-давно. Квантовая хромодинамика возникла в 1973 году, то есть с тех пор прошло уже много времени. Про нее очень много понятно уже стало. Но с другой стороны, механизм конфаймента до сих пор остается загадочным. И много попыток решить эту проблему пока не увенчались успехами. То, что я потом расскажу, это совсем новый взгляд на решение проблемы конфаймента, который апеллирует к совсем другим терминам и понятиям. Что еще раз у нас есть взаимодействие гравитонов между собой, это автоматически означает, что у нас нет принципа суперпозиции, как мы привыкли к электродинамике. И это автоматически означает, что теория нелинейная. То есть очень много из того, к чему мы привыкли, здесь не работает. Да, вот так же, как и взаимодействие гравитона нелинейной. Здесь у нас происходит взаимодействие обмена бульонов, она тоже нелинейная теория. Поэтому главная проблема состоит в том, что мы оказываемся в ситуации с нелинейным взаимодействием. Все простые методы, которые перейдут до суперпозиции, здесь не работают. Поэтому требуются совсем другие решения. А гравитона выливается как частица, да, немножко? Здесь народ очень такой молодой. Да, ну я сейчас, я просто привел, рассказал просто передачи различных взаимодействий. Гравитон это частица, но можно интерпретировать частицы, которые являются переносчиками в гравитационном взаимодействии. Но важно, что вот то, что я буду обсуждать в дальнейшем, это глюоны. Есть переносчики сильного взаимодействия. Это те взаимодействия, которые ответственны за то, что три кварта в протоне находятся в связанном состоянии. И, соответственно, два мизона, в мизоне кварт-антикварт находятся в связанном состоянии. Еще одно важное свойство квантовой коммунодинамики, которое не вполне привычно с точки зрения электродинамики, что если мы начнем измерять силу нашего взаимодействия, как менять энергию, с которой мы ее меряем, при увеличении энергии взаимодействия, сила взаимодействия между составляющими объектами, она падает, логарифмически падает. Это свойство, которое называется синтетической свободой, из-за которых пару лет назад была присуждена Нобелевская премия за открытие этой синтетической свободы. То есть константа связи, которая меряет взаимодействие между двумя квартами, грубо говоря, их зарядом, она зависит от, мы можем сказать, от энергии, при которой мы меряем, либо она зависит от характерных расстояний, на которые мы пытаемся их изучать. Поэтому если мы создаем ускорители, и если мы на ускорителе сталкиваемся с создать очень высокой энергии, мы оказываемся в ситуации, когда сильное взаимодействие становится все слабее и слабее. Поэтому мы можем изучать внутренность вот этих объектов. И особенно при высоких энергиях мы можем, несмотря на то, что протон существует как единое целое, мы можем оказаться в ситуации, когда мы можем просчитывать внутренность протона. И оказалось, что, у меня всякого сомнения, что протон состоит из-за трех таких конституентных объектов. То есть при высокей энергии мы можем изучать взаимодействие между кварками, как функция энергии или расстояния. С другой стороны, если мы изучаем физику относительно низких энергий, то есть если мы, например, обсуждаем вопрос про взаимодействие протонов, либо просто изучаем, пытаемся выяснить, чему равна масса протона. Мы знаем, что масса, я в уголке напишу, что масса протона приблизительно равна одному ГЭО. Можно сказать, что характерные размеры, связанные с протоном, значит, ГЭО в минус первой степени, характерный размер – это 10 минус 14 сантиметров. То есть вот такие характерные масштабы, на которых сильное взаимодействие сто процентов важно. Как я уже сказал, у нас нет объяснения конфаймом. То есть мы не можем сказать, почему, когда у нас есть электрон, два заряда, предположим, они находятся взаимодействием. Я могу ответить в комментариях, что все понимают, что тут явно предполагается, что и скорость света равна единице, раз масса в ГЭО. И постоянная планка тоже равна единице, раз единица на ГЭО – это, оказывается, расстояние. Да, это вот, как бы, то, что называется такая система единице равна вашей, равна единице. Она, кстати, исключительно удобна, поэтому мы можем обсуждать одновременно характерные энергии, при которых мы занимаемся столкновением и характерные расстояния, на которых все разворачивается. Как я уже сказал, что взаимодействие при высоких энергиях падает. Но, с другой стороны, объяснение конфаймента, как качественного явления, почему невозможно наблюдать отдельный эквак, до сих пор отсутствует. И обычно качественное объяснение такое, что мы не знаем, как устроен вакуум в теории. То есть, для того, чтобы обсуждать возбуждение над основным состоянием, мы должны знать, как устроено это основное состояние в нашей теории. Строго говоря, мы не знаем, как устроено основное состояние в нашей теории. Но то, что мы знаем из наших экспериментов, экспериментально, что имеется следующее характерное явление, которое называется дуальная сверхпроводимость. Когда обычная сверхпроводимость говорит, что если у нас возникает конденсат электрической степени свободы, происходит некоторый компаймент магнитных степеней свободы. Здесь происходит дуальный эффект Мейснера, который говорит, что между кварком и антикварком вытягивается струна. То есть, исходное происхождение теории струн, но и впоследствии теории супер струн, оно имело в качестве основы как раз теорию сильных взаимодействий. Потому что экспериментально мы увидели, что спектр квак-антикварк устроен таким образом, что можно объяснить наличие струны, которая натягивается между ними. — Слушайте, в словах сверхпроводимость, сложно понимать эту струну как аналог вихрь сверхпроводимых? — Да, да. Это вот такой дуальный вихрь сверхпроводимых. — То есть, видимо, это не математически попозже, только там поле простое, это симметричная матрица, а здесь это, кроме того, еще и калибровочный отпор. — Да, да, да. Здесь-то, как бы не агилева теория, самодействие, как мы только что говорили, ситуация существенно сложнее, но качественный эффект именно такой. — Можно сказать, что, в общем, это некое обобщение электродинамики, где потенциал, компоненты потенциала — это не числа, а матрица. — То есть, можно сказать, что энергия вот такого объекта, который состоит из двух цветных, скажем, кварк-анти-квартри, в ней есть фактор, который пропорционально то, что называется натяжение струны и расстояние между кварками. Поэтому при попытке развести кварк-анти-кварк далеко друг от друга натягивается струна, которая не позволяет им отойти далеко друг от друга. Происхождение этой струны и попытка ее получить из первых принципов до сих пор не привели к успеху. В некотором смысле это тот главный вопрос, который сейчас обсуждается в контексте теоретической взаимодействия. — Значит, теперь, что мы знаем? Предположим, что мы начинаем увеличивать, подогреваем систему. То есть, мы предположим, что у нас есть задача, предположим, что у нас имеется атомы. При нагревании атомов могут происходить всевозможные явления термальной ионизации. Что может происходить здесь? Предположим, мы нагреваем среду. При некоторой критической температуре оказывается, что вот такой составной объект, который состоит из какого-то числа кварков или антикварков, разваливается. — А что это за температура? — А? — Что это за температура? — Это называется критическая температура. — А это величина. — Значит, величина порядка 200 мэр. — То есть, постоянные полиции, ну, разумеется, тоже не деменец. — Вот нужно сравнивать, вот, так сказать, вот с этими числами. — А визу электронный вольт, это сколько? Десять тысяч. — Да. — То есть, вот такие характерные температуры. И, с другой стороны, мы заведомо знаем, что в ранней Вселенной у нас были любые температуры, поэтому мы можем изучать фазу и переход. С одной стороны, в ранней Вселенной. С другой стороны, вот то, что будет рассказано в втором часу, при столкновении тяжелых ионов оказываются достаточно высокие температуры, чтобы мы перешли точку фазовой перехода. То есть, на самом деле, помимо того, что есть явления, связанные с конфайментом, мы должны объяснять, почему кварк-антикварк не вылетает, то есть, натягивается струна между ними. Мы можем уверенно говорить, что при некоторой температуре эта струна рвется, и струна не образуется, и у нас возникает газ квартаврюбрион. То есть, при температуре выше критической мы имеем то, что называется квартаврюбрионная плазма. То есть, обычные слова по обычной электрическому плазму, когда у нас при некоторой температуре произошло, все нейтральные состояния развалились на зарядные объекты. Точно так же здесь у нас произошел развал нейтрального состояния. Я, так сказать, еще раз заговорю, что протон и нейтрон, ну, так же, как эти квартки, они нейтральны по цвету. То есть, глион не может взаимодействовать со всем этим протоном одновременно. Он может взаимодействовать только с его составляющими. И точно так же при некоторой высокой температуре происходит развал протона и нейтрона, и мы получаем квартвулеонную плазму. То есть, у нас имеется шоколадик меньше, при температуре меньше, чем на месте мы имеем дело. Вакуум устроен как среда с каким-то конденсатом непривиальным, аналогично с верховой вагинностью. При некоторой фактической температуре, аналогично тому, что может произойти разрушение сверхпроводимости, мы знаем, что сверхпроводник может существовать только при низких температурах, и при высоких температурах он разрушается. Точно так же и здесь, при некоторых высоких температурах, дуальная сверхпроводимость нарушается. И мы остаемся вот с такой плазменной средой. Поэтому возникает, давно уже возникает естественный вопрос, можно ли решить проблему в области сельной связи каким-нибудь другим образом. И сейчас я постараюсь объяснить вам, что произошло за последние десятилетия, может быть, даже последние пятилетия, и какие совсем новые идеи появились на пути решения вот этой, казалось бы, на первый взгляд, не такой сложной задачи. Объяснить, почему между двумя заряженными объектами в такой нелинейной теории натягивается струна при попытке их развести. И можно ли каким-то совсем другим способом определить, что такое критическая температура? А какие-то самые элементарные модели этого существуют, да? Самые элементарные, конечно, существуют. Как только первокурсник? Можно сказать, если бы у нас, например, имеются тяжелые кварки, вот такой простейший пример. Есть кварки разных масс, вообще говоря. Их есть шесть сортов, по крайней мере, сейчас известны. Шесть типов кварков, нету из которых тяжелые. Поэтому имеются задачи, которые легко можно решать первокурсникам. Это, так сказать, аналог атома водорода, только с цветными полями. То есть, обычно у нас имеется кулоновское взаимодействие между тяжелыми источниками, и мы можем находить спектр возбуждения вот такого объекта. Здесь, если у нас мы обсуждаем тяжелые кварки, они, очевидно, заряжены между собой, поэтому у них есть обычные кулоновские взаимодействия, плюс вот такая струна. То есть, мы можем обсуждать потенциал, который там единица, энергия, которая есть кулоновская энергия, единица на квадрат, плюс член, который отставает как бы расстояние между кварком, плюс сигма-треш. То есть, в принципе, можно вот такие задачи связаны, это называется задача про тяжелые кварконии. Единственное, что здесь нужно учитывать, нужно учитывать цветную структуру. Вот, так сказать, то, что здесь имеется в матрице, которая описывает ориентацию к кварку. И после этого спектр тяжелых кваркония можно описывать нейротерийским образом. Более того, вот этот спектр совершенно замечательно виден на эксперименте. Это вот аналог атома водорода в случае сильных взаимодействий, в электромагипном взаимодействии. Мы с этим привыкли работать. Есть прямой аналог для тяжелых кварков. Для легких кварков это абсолютно неприменимо. Если бы, скажем, не было тяжелых кварков, такой задачи бы не было. Ну, например, мы знаем, что такие кварки есть. Масса Т-кварка, вот самый тяжелый на настоящий момент, это приближение на 176 Г. То есть этот объект, который в 100 раз тяжелее. 176 Г. Без сомнения, не пишите, отмечено на нашу УНИЗЭКО. Значит, характерные. У МД приблизительно 5-10. Видите, опять не ли нет. В сумме это не протон не получится. Да, я как бы, когда я про это говорю, что никаким образом нельзя сказать, что масса протона есть сумма масс этих кварков. Для того, чтобы объяснить структуру протона, мы должны объяснить конфаймус. То есть мы должны объяснить, откуда берется энергия взаимодействия кварков. Она не кулоновская, она не есть сумма масс кварков. Происхождение у нее совсем другое. И в этом, в каком смысле, задача и состоит. Объяснить там, как устроен протон из первых принципов. Теперь, то, что возникло из теории сильных взаимодействий. На самом деле, первый раз теория Строн появилась, по-моему, в 1966 году, когда люди экспериментально заметили, просто изучая свойства резонансов в сильном взаимодействии, что резонанс в сильном взаимодействии описывается в некоторой эффективной теории струны. С тех пор теория струны сильно развелась, усложнилась. Но что важно, что мысль, что исходным объектом, который вот такая минимальная фундаментальная степень свободы, есть не только частица, но и только струна, она только окрепла с тех пор. И то, что я сейчас только попытаюсь немножко рассказать, как эта проблема не улетания кварков, а с другой стороны существование критической температуры, как она совершенно неожиданным образом переформулируется с точки зрения теории струны. И вот то, что сейчас называется, есть вот такой даже термин Гейч-стрин-дуалити, то есть имеет для нашей физики сильное взаимодействие существует некоторое абсолютно дуальное описание. в терминах струн. Я общую картинку, которая связана с этим, сейчас постараюсь рассказать. Совершенно неожиданным образом оказалось, что вот эта проблема конфаймента, которая связана с невозможностью описать систему сильной связи, она связана с задачей квантования гравитации. Так трудно было себе представить какое-то время назад, но тем не менее оказалось, что эти очень близкие задачи. И в каком-то смысле без решения каких-то квантовых, изучения квантовой гравитации, трудно ответить на вопрос про конфаймент. Значит, что, как дуальность между теорией сильных взаимодействий и теорией струн представляется в настоящий момент. Для этого мне нужно сделать некоторый скачок. Я, так сказать, открою вам страшную тайну, что, по-видимому, нужно воспринимать, что пространство, в котором все описывается самосогласованно, является десятимерным. и в каком-то смысле нужно понимать, что имеется четырехмерное пространство, на котором вот такая гиперповерхность, на которой мы с вами живем. Мы знаем экспериментальный факт, что мы живем в своем четырехмерном пространстве. То есть у нас имеется три пространства измерения плюс одно время. И это вот такая гиперповерхность многомерного пространства. Ну вот, скажем, если бы мы жили вот только на этом столе и не знали, что есть координаты вверх, ну вот мы бы говорили, что имеется такая локализация нашей Вселенной на столе, но мы не знали, что имеется вся эта аудитория. То есть есть вот такая поверхность, в которой все пространство десятимерно, и имеется вот три плюс одномерной поверхности, в которой есть мир, в котором мы с вами живем. и оказывается, что для того, что теперь мы хотим, задаемся таким вопросом, можно ли вот с такой странной точки зрения, который, поверьте, он правильно, сформулировать задачу про конфайм. То есть вот, казалось бы, то, что мы изучаем, мы пытаемся изучать взаимодействие двух цветных объектов, между которыми вытягивается страна. Эти объекты, вот мы знаем, что они живут на нашем четырехмерном пространстве. поможет ли каким-то образом нам изучение этого десятимерного пространства. Ответ оказывается, что да, что приблизительно картинка следующая, что если мы хотим изучать, если положим, что у нас есть какой-то там, опять же, атом, вот и была старинная постановка задачи с атомом, с изучением опыта резервоза, мы что-то рассеивали на атоме и изучая, каким образом вот этот объект, который мы рассеивали, рассеивается на этом атоме, мы могли многое сказать про устройство, вот как он из себя выглядит. То есть, что здесь требуется? Здесь требуется внешний объект, который мы попробовали нашу объект, который мы пытаемся изучить. В данной ситуации мы пытаемся изучить наше четырехмерное пространство и явления, связанные с этим конфайментом. Оказывается, что вот этот четырехмерный наш четырехмерный мир, он создает вокруг себя всевозможные поля. И это, опять же, понятно, что, скажем, вот этот стол, будучи массивным, он создает какое-то традиционное притяжение ко всем объектам, которые находятся вне него. Точно так же вот в нашем четырехмерном пространстве, в котором мы живем, вот мы живем, можно сказать, тоже на некотором объекте, которое имеет недалевое натяжение. Оно деформирует дополнительные измерения вокруг себя. И мы можем, в принципе, изучая вот эту дополнительную структуру, вот этих дополнительных измерений, понять что-либо понять про внутренние наши многообразия. Именно так устроена дуальность между калибровочными полями и теористом. Оказывается, что здесь еще важно, что мир, в котором мы существуем, вот это соответствующее многообразие четырехмерное пространство времени, он создается точно так же, как у нас был объект, если у нас есть заряженный объект, то мы можем сказать, что заряд по обычной теореме Гаусса может найти поле, которое создается зарядом в окружающем пространстве. И мы знаем, что точечный заряд, он создает вокруг себя вот такое поле, вот обычное электромагнитное либо электрическое либо магнитное поле. Точно так же этот объект, термонология принята такая, что мы живем на если у нас имеется мембрана, она называется два брана, то есть у нас имеется объекты разных размеров. У нас имеется частица, у нас имеется струна, у нас имеется мембрана и вообще говоря, у нас имеются объекты более высокой размерности. Объекты более высокой размерности называются бранами высоких размерностей. В частности, мы живем на три брана. И так же, как электрические частицы являются электрическим источником электрического поля вокруг себя, точно так же вот эта брана является источником более сложного поля вокруг себя, которым можно померить. Можно пробником, так сказать. Можно запустить пробник, который будет распространяться в этих дополнительных измерениях. Если он будет летать в дополнительных измерениях, мы можем сказать... То, что я сейчас обсуждаю, это способ попытка объяснить проблему конфайна. Значит, мы в дуальности между грибровочными полями и струнами в качестве этого пробника выступает струна. Мы говорим, что это по той теории струн и суперструн, которая обсуждается. Эта теория пробника, которая запускается в дестимерное пространство и которая пытается прощупать геометрию и поля, которые создаются нашим миром. Вы ускорители, пока нам пока дают? До ускорителей, пока нам до этого далеко. Тем не менее, оказывается, к чему я клоню, что оказывается проблема конфаймента, которая сформулирована в нашем четырехмерном пространстве, имеет удивительную интерпретацию в терминах черных дыр в этом многомерном пространстве. Оказывается, что задача решения проблемы конфаймента здесь, это задача по динамике частиц или струн в теории с горизонтом. То есть у нас возникает черная дыра в этом дестимерном пространстве. И наличие того, что у нас у черной дыры в этих дополнительных измерениях имеется горизонт, я не знаю, как эта аудитория знакома с этим или нет, но есть такие объекты просто в обычной видничественной теории гравитации в теории с горизонтом. То есть, скажем, если объект приблизился к горизонту черной дыры и показался под ним, он уже назад не возвращается. Вот оказывается, совершенно удивительным образом, что задача про внутренность протона, то есть каким образом трикварка связана между собой единый объект, который бесцветит, это оказывается эквивалентно задачей про динамику черной дыры в многомерном пространстве времени. То есть замечательным образом происходит сшивание двух таких фундаментальных проблем. Теория конфаймных, проблема конфаймных в теории сельных взаимодействий и теория квантования гравитации в этом многомерном пространстве. Они оказываются связаны между собой. теперь опять... Черная дыра или скорее черная дыра? Черная... На самом деле здесь важна черная дыра. То есть оказывается, что в этом десятимерном пространстве явление, которое описывает наличие конфаймных в теории сельных взаимодействий, это связано, что в пятимерной части этого десятимерного пространства мы запускаем обычную черную дыру. В пятимерной части десятимерного пространства? Да. То есть все-таки это получается черная дыра? Есть еще пять? По ним оно разно? По ним оно локализованно. А, локализованно? То есть у нас имеется вот пятимерный... По всем девяти пространственным измерениям она вот... Ну, это есть решение по четырем координатам и она находится в точке по дополнительным координатам. И наличие черной... Наличие горизонта черной дыры на самом деле оказывается связано с существованием температуры. в критической температуре в твере сильного взаимодействия. И температура, которая здесь возникает, критическая температура в планах и хромодинамики, она буквально оказывает по-посадальной так называемой космосной температуре в теории черного дыра. Я напомню... Я не напомню, я могу сказать, что когда мы обсуждаем черную дыру, вот у нее есть горизонт, из которого... внутрь которой, если проходит частица, он не улетает назад. Но есть явление следующего рода, что у нас происходит рождение пар вблизи горизонта черной дыры, так как частица, которая находится внутри горизонта черной дыры, внутри горизонта черной дыры не может вылететь, а которая снаружи может вылететь. Поэтому то, что мы видим, то, что говорится, что происходит квантовое излучение черной дыры. И оно излучает как абсолютно твердое тело, то есть видя как черное тело, и температура, которая связана с горизонтом черной дыры, оказывает прямо пропорционально температуре, критической температуре в квантовой, которая возникает в квантовой репродинамике, в квантовой хромодинамике. Что еще важно, что возможно, Холин Тимович потом будет рассказывать, вообще говоря, в квантовой хромодинамике и есть два естественных параметра порядка. То есть один параметр порядка, который связан с энергией основного состояния, а второй параметр порядка, он связан с нарушением киральности, то есть то, что мы привыкли, что у нас есть левое, есть правое, и есть вопрос нарушенного ли симметрии между левым и правым. Оказывается, что в квантовой хромодинамике есть естественный объект, который тоже называется вот такой квантовый конденсат, который киральную симметрию нарушает. Поэтому, когда мы находимся в низких энергиях и вообще говоря, мы знаем, что в теории сильных взаимодействий происходит нарушение киральности, именно наличие вот такого, что называется, не знаю, знакомые ли вам такие вещи, это так называемый параметр порядка, поле, которое отвечает кварку, и поле, которое отвечает антикварку, полон в афорном состоянии, вот такой матричный элемент не равен нуля. Это позволяет нам сказать, что у нас мы находимся при низких энергиях в фазе с нарушенной киральной симметрией. Оказывается, что есть при достаточно высоких температурах киральная симметрия восстанавливается. То есть, вообще говоря, при фазном переходе с одной стороны происходит освобождение кварков, то есть у нас происходит явление деконфаймента, а с другой стороны у нас происходит восстановление киральной симметрии. Есть естественный вопрос, можно ли как в индивидуальной астронной модели каким-то образом описать наличие или восстановление киральной симметрии, потому что это, безусловно, важный элемент, который определяет на низко-алиментическую физику сильных взаимодействий. И оказывается, что явление, которое отвечает восстановлению или восстановлению киральной симметрии, это тоже известный такой фазовый переход в теорию гравитации. Оказывается, что если мы изучаем теорию гравитации при некоторой ненулевой температуре, то в зависимости от того, находимся мы ниже или выше критической температуры, у нас реализуется та или иная геометрия пространства времени. Я уже сказал, что у нас имеется пятимерное и вообще полностью десятимерное пространство времени, можно задаться вопросом, что если мы изучаем температурный эффект в теории гравитации, имея в виду дуальное теорию сильных взаимодействий и теорию гравитации, то оказывается, что явление нарушения или восстановления керальной симметрии это и следующее, что у нас опять же ее можно сформулировать в термин бран, то есть у нас либо браны две соединяются между собой в какой-то точке это многомерное пространство и это означает, что у нас в нашем четырехмерном пространстве времени имеется вот такой ненулевой контент либо температурой выше критической они разрываются, то есть вот эти дополнительные объекты они начинают ввести себя по-разному ниже и выше критической температуры и это отвечает тому, что у нас происходит в нашем четвертом пространстве либо восстанавливается либо не восстанавливается Я думаю, что тут есть некое подозрение, что я что-то не понимаю, потому что были пропущены некоторые технические детали, а кто-то тут наоборот что-то не понимает, потому что были сказаны какие-то технические детали были сказаны. Давайте по порядку. У нас, как я понимаю, в современной теоретической физике есть те струны, с которых мы начали, это глёдные струны, которые натягиваются между кварком и антикварком, и которые не дают им развиться. А с другой стороны, есть некие струны, которые претендуют на фундаментальность. То есть эти суперструны, в том числе и те струны, которые мы пишем в десятимерном пространстве, это обычно как раз те самые фундаментальные суперструны, которые нам предлагают в качестве возможной основы всего. И тут, например, мне не очень понятно, в какой момент произошел переход от одних струны к другим. То есть, вроде бы начали говорить с регионных, а потом вдруг возникли суперструны. Видимо, имеется в виду, что мы пишем вот эту десятимерную теорию со струнами, суперструнами, раз это 10, не 26. Ну, так сказать, пусть будет суперструнами, да. Да, и потом в каком-то низком энергетическом пределе мы получаем в качестве эффективной теории наш квантовый хромодинамик. Так? Нет. То есть... Или квантовая хромодинамика здесь, я же с самого начала, сидит на этой поверхности? Квантовая... То, что происходит, мы пытаемся, как я уже говорил, что у нас имеется некоторый пробник. Мы хотим нашу квантовую хромодинамику в нашем четырехмерном пространстве прощупать пробную суперструнку. То есть мы рассеиваем вот эту внешнюю суперструну на нашем четырехмерном мире и хотим ее прощупать. Я привел, например, с атома водорода. Мы выпускаем пробник, изучаем задачу рассеяния, скажем, атома водорода и структуру рассеяния, пытаемся узнать, как он устроен. Приблизительно так же и здесь. У нас есть наше четырехмерное пространство. И в этом четырехмерном пространстве есть с самого начала квантовая хромодинамика? Квантовая хромодинамика. Вот на этой браге, на которой мы живем, а теперь мы говорим, что мы можем, вот та брага, на которой мы живем, создает вокруг себя сложный набор провинционных и других полей. И мы с помощью прощупывания вот этих дополнительных полей можем определить внутреннюю структуру квантовой хромодинамики. То есть можно сказать так, что вы пытаетесь лучше поднять квантовую хромодинамику, погружая наше привычное четырехмерное пространство-время в десятимерное пространство? Можно так сказать, самосогласованным образом. Оказывается, что это погружение не может быть абы какое. И вот из условия сложного условия самосогласованности мы можем определить свойства нашей квантовой хромодинамики. Вы пытаетесь изучать квантовую хромодинамику с точки зрения некого абстрактного девятимерного существа, которое в этом десятимерном пространстве-время живет, имеют экземпляр вот этой самой браны, которую наша Вселенная пытается как-то там облучать его суперструнами и смотреть, как они там рассеиваются. Ну, если хотите, это сказать, да. Это, это, ну, может быть, для простоты такая точка зрения подойдет. На самом деле, здесь достаточно сложные условия самосогласованности. Все эти картины, она не может быть погружена произвольным образом. Важно, что каждый, вот что важно, что каждое физическое явление в теории сильных взаимодействий, вот конфаймент, нарушение киральной симметрии и множество других явлений, все они переписываются, так сказать, и их проще изучать в теории в семерном пространстве и гравитационной степени свободы. То есть, что не всякая теория, не всякая квантовая хромодинамика вставится вот на эту брану, и не для всякой теории суперструн можно вот вставить квантовую хромодинамику. Да, да. То есть, любое явление вот в нашей четырехмерной физике имеет свой... Это то, что вот называется голография. Вот сейчас, так сказать, голографический подход. Голографика, если мы живем в нашем четырехмерном мире, где имеются дополнительные измерения, мы проектируем... Можно так сказать, что наша четырехмерная физика проектируется в дополнительные измерения, либо наоборот, все произведения, все явления, которые случаются в дополнительных измерениях, проектируются на наш четырехмерный экран. Это вот так вот... Вот этот голографический принцип, который сейчас активно обсуждается. И мы живем вот на этом четырехмерном экране и изучаем наши... Наши квартиры в лед... Голография обычно предполагает, что мы можем одну и ту же физику описать, как физику в пространстве разный размер. Да. Вот здесь, так сказать, мы можем изучить нашу физику, изучить как четырехмерное пространство, либо как физику в четырехмерном пространстве, либо как физику в десятимерном пространстве. Гравитационная физика в бестемелье оказывается эквивалентна теории сильных взаимодействий в четырехмериях. В этом смысле мы работаем действительно в пространстве разных числа измерений. Можно вопрос? А вот этот подход, он зависит от того, вернале, теории струн, как физическая теория? Ну вот что вы вкладываете, какой смысл вы вкладываете в вернале, как физическая теория? Сейчас нет никакого подтверждения теории струн, вот такого железного. Сейчас нет. То, что, с другой стороны, мы точно знаем, что в теории КХД, в квантовой хромодинамике, глионы и струны есть. И поэтому в четырехмерной мире мы знаем, что у нас есть струнные степени свободы. Точно. Которые ответственны за то, что у нас кварки не вылетают из протона. Вопрос был в том, какой-то метод предложил, да, описание вот этого? Да, вот это явление, того, что у нас имеются глионные струны, которые ответственны за него летание кварков, протона, имеют совсем другое голографическое описание, как гравитационное явление дополнительных измерений. И это оказывается одно и то же. Поэтому... Оно не зависит от того, что это происходит с тюрьмой струны. Не зависит, да. Это на самом деле... Вот я в каком смысле все время пытался подчеркнуть, что вот есть теория струн, как теория фундаментального взаимодействия, то это вот нет правительства подтверждения. С другой стороны, вот это то, что называется, это гриш-стрим-дуалити, что одно и то же явление мы можем описать, как наша четырехмерная физика, либо как струнное описание, но дуальное, не нужно думать, что это совсем какая-то монетальная струна, это дуальное описание вот этой нашей кванской кромодинамии. Это проверено у нас, вот это проверено в ряде случаев, причем с поразительной точностью. Есть вычисления, которые можно сделать с одной и другой стороны, даже технические вычисления, они дают абсолютно неприверяльно одинаковое ответ. Все качественные явления, которые упоминал конфаймон, нарушение пиральной симметрии, они тоже находят отражение на коэффициентной стороне истории. То есть новых явлений по сравнению с стандартным квантовой кромодинамикой это, так сказать, не должно быть? Мы к этому не стремимся. Мы пытаемся, вот это все, что я рассказываю, это для того, чтобы объяснить конфаймон. То есть, чтобы понять самую, что у меня есть стандартную квантовую кромодинамикой. Да, да. Мы хотим понять, почему это проще понять. Оказывается, вот как я уже говорил, что здесь константа связи при низких энергиях большая. Это теория в области сильной связи. Никакой способ хоть разложения по теории измущения не работает. С другой стороны, оказывается, вот эту теорию в области сильной связи можно переписать как теорию слабой связи некоторой голографической дуальной теории, с которой намного проще работать. Вот оказывается, что эта многомерная голографическая картинка, она с разного точки зрения правильна, и она позволяет проникнуть туда, где обычными способами, куда обычными способами проникнуть сложно. То есть это не есть вот та фургументальная суперстрана, которая есть теория всего. Это вот способ, биографический, дуальный способ описывать теорию сильных взаимодействий, а также объяснить наш четырехмерный мир. То есть это десятка столько взрываешь? Десятка, она не... Потому что вы очень попутно, здесь, ну, таково описание, вы очень похожее описание, они не сразу понятно. Да, так сказать, десятка, она все равно, так сказать, на самом деле есть важна, но смысл ее это вот не то, что там цели фундаментальных installment. Это вот, я уж не буду вас запутывать, но несколько смысл, как можно думать, что у нас имеется вот наше четырехмерное координатное пространство, имеется четырехмерное импульсное пространство, и вот это десятимерие, это на самом деле ближе к обычному фазовому пространству в студии поля, чем в обычной космической механике, чем потому что есть какие-то макроскопические, астрономические дополнительные степени свобода. Ну, пожалуйста, я закончу. Вот, выключаю еще раз, сейчас открылась у нас внутренний новая специализация, кланка, реализация и калибровочные теории, и там пока есть много возможностей туда для студентов привести, потому что сейчас как-то произошел набор на первый курс. То есть, пока вот есть много свободных мест. Это какой факультет? Вот этот ФОП, это ФОП, называется Кафедра теоретической астрофизики, специализация квантовой реализации и калибровочных теоретий. Все это расположено вот этим. Что находится внутри, в черной дыры? Вещество или поле? Ну вот, просто есть такое гравитационное, давайте безотносительно ко всему, потому что я рассказывал, есть такое решение уравнения гравитации, уравнения Эйнштейна. Просто берем чисто гравитационное поле, там есть решение, которое есть черная дыра. Вот рисуете, видите, на границе радиус, с одной стороны у вас частица, вещество, а с другой стороны тоже частица. Да-да, вот то, что я упомянул, что вот есть у нас обычная черная дыра, это просто решение уравнения Эйнштейна и более того. То, что я проиллюстрировал, происходит квантовое рождение частиц в черной дыре, что может родиться пара, электронно-ситронная пара, причем при рождении одна частица может оказаться внутри черной дыры, а другая снаружи. Это приводит к тому, что вот эта частица, она задерживается в черной дыре и не может ее выключать. А вот вторая частица излучается, и это приводит... И вот значит, внутри вещество образуется? Ну, если хотите, да. То есть, вот, так сказать, ядро будет? Ядро, не знаю, ядро, так сказать, в принципе, происходит квантовое рождение. Что, если там рождается черная дыра, значит, она будет образоваться? Внутри черной дыры, отзыва сингулярность. Что сингулярность, общая теория относительности не описана. Вот это рождающая частица. Поэтому мы не можем сказать, что это может. Но надеемся, что мы этого все равно не увидим, в резонт событий. В нашей жизни не увидим. Да, да, вам может все можно обещать. Другая. Ну так, давайте поблагодарим. Первый вопрос. Можете повторить, что... Меня зовут Захар Валентин Иванович. Я тоже из УТФР. И с той же КМФТИ имею тоже отношение, что Александр Сергеевич, мы с одной специализацией вместе с некоторыми другими коллегами. Я на самом деле считал, что два доклада много и был уверен, что вы ограничены одним докладчиком. вопросами к нему, но, по-другому, с другой стороны, не хотел подставлять, так сказать, свою судьбу в бою, пригласили при этом тоже. Но я решил вам рассказать что-нибудь более простое, потому что, может, и времени мало остается, и основные вопросы придут с туда. Я хотел вам совсем немного рассказать, что я теоретик на самом деле, как и Александр Сергеевич, но я хотел вам рассказать про очень некоторое экспериментальное открытие, которое, по-другому, является самым крупным открытием в нашей области за последние 10 лет. Это открытие на американском ускорителе РИК, который был сделан на этот РИК, это приоритетик или Айн коллайдер, значит, это ускоритель коллайдера, перед коллайдером уже в последних известиях слово употребляется, поэтому можно употреблять, наверное, здесь, когда две частицы склада сталкиваются, но это не протоны, как вот сейчас обсуждается в последних известных средствах, с ускорительным баком, по-русски звучит, что это не очень красиво, вот, а это столкновение тяжелых ионов, этот ускоритель функционирует в Брок-Фемини, соответственно, в Америке открытие было сделано в годах 2005, так сказать, по-русски, несколько образом, я даже объясню, почему по-русски, как одно, какое-то однодневное событие. Вот в 2005 году Американский институт физики официально объявил это открытием, а в этом они вот, значит, думали, признавать это открытием или нет. Вот что там было открыто, я сейчас попробую описать. Какая связь с предыдущим? С предыдущим, самая непосредственная связь, это как новый объект вот для всей этой теории, и отчасти этот объект уже упоминался, но только не совсем явным образом. Значит, основной объект, как определил его Александр Сергеевич, у нас объяснить, что мы хорошо знаем, что мы уже в школьных учебниках есть, что если у нас есть протон, то протон, нуклоны, которые стоят в ядрах, то их надо представлять на фундаментальном уровне, как связанное состояние трех точечных объектов кварков. Это вот, и нам надо объяснить конфайм, почему эти кварки не могут разойтись как свободные частицы, а существуют только в связанном виде с конфаймом. Понятно, да, перевод, наверное, понятен. Это вот тот объект, то явление, которое надо было объяснить, а собственно объектом является связанное состояние, которое, между ним иногда, если он начинает пробовать распынуть кварк, то возникает струна, там упоминалось, как стоит тяжелый кварк, например. Это первый такой основной объект адронный, адронный это называется, связанное состояние адрона. Теперь второй объект, который вот был открыт в этих опытах, это когда вы сталкиваете, это кварк-гленная плазма, то, что сейчас называется кварк-гленная плазма. Хотя, если вы проходили плазму, то потом поймете, что это название на самом деле противоречивое. То есть вам загадка, почему это противоречивое, если вы проходили, что такое плазма. Из того загадка, то вы поймете, почему это загадка, чуть позже. Значит, кварк-гленная плазма это состояние, где у нас много кварков и глионов, кварков и глионов, их много, я думаю, не знаю, изобразить, целая среда их. Что значит много? Вот конкретно в этих столкновениях образуется нечто, которое, скажем, типа 7000 частиц. Вот такая совокупность 7000 кварков и глионов в одном, в каком-то небольшом относительно пространстве. Тогда то явление, которое происходит, что если раньше кварки знали свои индивидуальные протоны, вот, скажем, 3 кварка были в одном протоне, 3 в другом, там где-то были еще глионы, то то явление, которое происходит, что вот в этом состоянии кварк-гленной плазмы, также такой же переход, как, скажем, от атома, в атоме у вас есть электронный протон, а когда плазма, то эти уже заряды, так сказать, обочислены, летают везде, так и в кварк-гленной плазме. Кварки уже не знают о том, что они должны ходить, там, скажем, потры, каким-то образом уже обочислены и образуют среду, так же, как в этом смысле, как плазма. Ну, это состояние, на самом деле, предсказано, ожидалось, но ожидалось, что оно будет такое же, как физика, будет такое же, как обычная плазма, то есть, если у вас есть какой-то заряд одного знака, то у него образуется заряд другого, это знак, и нейтрализуется заряд, что-то такого типа предполагалось наблюдать. То, что наблюдалось, это было открыто новое состояние, которое называется кварк-гленная плазма, но которое совсем не похоже на такой вот плазм, это газогаз такой, скорее понимается. А оказалось, что это сильно взаимодействующая какая-то система, в этом смысле вот она тоже появляется объектом для физики сильных взаимодействий, подлежит описанию в виртуальном языке, она и согласна нынешней точке зрения, и вообще представляет собой жидкость. А какова плотность этой плазмы по сравнению с плотностью ядра? В общем-то, в смысле плотностей, ничего особенного, вся плотность, все характерные, вот, даются этими, теми же самыми, извините, теми же самыми поразмерности, вот, здесь характерные энергии, это масштаб, здесь энергия, это как масса пемизоны, и все остальное отсюда получается поразмерность. Если плотность, значит, соответственно, степень этих двухсотнений. То есть, порядок величины такой же, как у едры? Да, такие же, грубо говоря, как у едры. А в общем масштаб тот же самый, да. Теперь, как же было сформулировано открытие? Открытие было сформировано Американским институтом физики, как открытие жидкости с наименьшей известной в природе вязкостью. Вот, есть такое понятие вязкости, которое вы, конечно, знаете, это, я его недавно только, как учил, я его уже, конечно, забыл, а в связи с этим открытием нам всем теперь пришлось их изучать снова, мы уже забыли все это. Ну, вязкость, это, если вы имеете площадку и тащите ее с какой-то силой, то тогда она тащит за собой жидкость, и на ее нужно доложить силу, которая профессионально равна площади этой площадки, умноженной на вот эту самую вязкость и на градиент скорости, если это в Х, то есть это в Х, то есть это в Х, то есть как увлекает, характеризует силу зрения, как увлекается на самом деле, площадкой самой жидкости. Вот, где вы видите, эта жидкость не сверстечет? Вполне возможно. Это никто не знает, это я просто скажу вам задачу, не вам, а всем вам, да? А так определили, что у нее, какая у нее вообще вязкость и не сильная вязкость? Ну, очень все хорошие вопросы. Но я, на самом деле, это относительно правильный. Я попробую что-нибудь рассказать, сколько будет времени, там остановимся, когда кончится время. Значит, вот открытие состояло в том, что вот эта вот самая вязкость меньше любой известной жидкости, что это ведет себя среда плазма как жидкость, не как газ, и в этом смысле совсем другое состояние. И вот вязкость, республировано было, что вязкость самая маленькая, там, сравнивается с водой, там, в 100 раз меньше, чем вода. В общем, я сейчас хотел, наверное, привести табличку, эту табличку легко найти, но она действительно меньше, даже сравнивается с гельем, в общем, при низких температурах это меньше, чем любая измеренная вязкость, включая вот это гелевые температуры, гелевое состояние жидкости. Теперь, как же это все было, и вот как это было наблюдено, и отчасти попробую написать ответ на ваш вопрос, как это было вязкости наблюдено, да? Ну, здесь, может быть, чуть сначала скажу вообще, что это другой тип экспериментов, и очень было сказано сам начальник, потому что Александр Сергеевич сказал, что мы в нашей области стремимся к максимальным энергиям, и вот за этим устройство сейчас, вот этот тот, который большой адронный коллабер, который в последних известиях, ну, зачем он большим энергиям, просто чисто пневматически, если вы сталкиваетесь две частицы, короли, тон, позитон, длинные статьи, тонкие частицы, то и масса не пренебрегается, то вы можете родить какую-то здесь, безусловно, новую частицу, и в статье мы используем, что 2E1, это E1 энергия, это E2, 2E1 перезраты должно быть меньше, чем максимальная масса, которая может быть родиться, тем тоже максимальная. Поэтому, значит, мы сталкиваемся с наибольшей энергией, чтобы родить наибольшие массы, и тем самым прощупать новые частицы, которые раньше не наблюдались, и какую-то физику максимально маленьких расстояния. Это вот обычная тяга к максимальным энергиям, к максимальным новым рубежам. Ну, когда мы сталкиваем то, что сейчас работаем в последних известных, это большой адронный галакер, там приходится немножко более струбно совместить, потому что если мы складываем статую в два протона, то это на самом деле точные частицы, которые можно родить большие массы, жесткие столкновения, это столкновение кварков, и поэтому каждую энергию протона на три части, грубо говоря, чтобы понять, то есть мы одну треть энергии теряем на то, что ускоряем несколько частиц, и на каждую приходится одна треть из элементарных частиц и кварков. Теперь тот вот этот вот ускоритель тяжелых гионов, это на первый взгляд весьма спорная такая конструкция. Если бы у нас спросили тогда, меня, слава Богу, ничего не страшно, надо строить такой ускоритель, я бы мне рассказал, что не надо строить такой ускоритель, потому что, в общем, это что делается, это берется два ядра золота, по-моему, в данном случае, это ядра, мы хорошо знаем, что состоят из наклонов, и это часть, в каком смысле, уже кривиальной совершенно части, радиус этого ядра, он примерно 7 ферми, и вот разгоняются два таких ядра друг с другом, и на самом деле сейчас разгоняются на встречу друг к другу, сталкиваются, но их, это даже студенты поймут, это их надо, скажем, это в силу рельсивистского сокращения, у нас они будут выглядеть, если вот эта вот ося, не умею рисовать, вот если ося, это пермитулярная оси, летят ядра, то надо их представлять себе в виде некоторых блинов, это рельсивистское сокращение гамма-рас, где гамма, это энергия на массу, энергия на один уклон, на массу двухлон, что примерно это два ядра с энергией в 100 раз, с энергией на один уклон, приходящейся в 100 раз больше, чем сама масса на углу. Ну, и на первый взгляд это очень грязное такое столкновение, мы знаем, это как два автомобиля столкнуть друг с другом и изучать там, как сталкиваются части автомобиля. Ну, в общем, это такая заведомо сложная система, когда, ну, я не знаю, иногда говорят, что вот возьмем два листа стекла, столкнем, ну, что мы узнаем от того? Ну, полетят осколки стекла и, собственно, это вроде бы это неэффективная растрата, скорее, сложные объекты. Вот я сказал, что здесь мы теряем в три раза энергии, ну, а здесь мы как-то все это тривиально объединяем уклоны в ядр. Вот что оказалось, и это было, собственно, явлением, которое было открыто, что произошла вещь, которую не очень заранее предвидели, и она состояла в следующем. Давайте теперь посмотрим вот на эти ядра, что, как они сталкиваются уже в системе центра, то есть это два округа, это была, эти два округа были в педикулярной оси столкновения, теперь посмотрим вот с точки зрения оси столкновения, будем смотреть, как два ядра сталкиваются. Тогда это два радиуса, две округи, и они на самом деле сталкиваются не обязательно самым центральным образом, но таким образом сталкиваются. Здесь образуется область, где они действительно пересекаются, это форма миндаля, да, и, соответственно, это все еще надо развернуть, сделать трехмерную картинку. Вот оказалось, что и здесь находится какое-то число наклонов, соответственно, и наклоны кварки и прочее. Оказалось, что эта лодность, где вот находится относительно много кварков и глионов, она не так ведет себя при столкновении не так, как два листа стекла, что разлетается просто осколки, а таким образом, что эти осколки успевают взаимодействовать друг с другом, термализоваться, то есть прийти в состояние равновесия термического и образовать новую среду. То есть что вот не просто такое было растрата, что мы как, ну, грубо говоря, взяли, мы знаем, как протон сталкивается, а для протонов это относительно низкие энергии, мы прекрасно знаем, как наклоны и наклоны сталкиваются, и можно было предположить, что это просто сумма такая вот этих столкновений, и зачем нам, когда мы уже отдельно столкнули наклоны, зачем нам одновременно столкнуть, там, ну, не знаю, 50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50. Просто куски из стекла сталкиваются независимо, какая разница, если мы больше сделаем из стекла, то мы ничего нового не узнаем. Оказалось, что продукты столкновения, продукты, что образуются в квартире глионы, они успевают термализоваться, взаимодействовать друг с другом и образовать новую среду, которую можно описывать, как термин уже равновесную, ну, относительно равновесную, она там расширяется, в общем, термин равновесной, физикой, гидрономической. Какого рода, среда примерно, какого рода, какого типа она? Жидкость. Жидкость, да. Значит, плазма, вот в этом, я вам говорил, заказка, не знаю, вы когда-нибудь не думаете, плазма по определению это слабо взаимодействующее, а жидкость это тоже не плазма, поэтому название еще отражено то, что люди думали, открыть слабо взаимодействующие газы у аркфлюглеонов, а открыли новую среду жидкости. Теперь, как узнали, что это жидкость, вот как померили вязкость другая, как все это дальше, да, ну, просто для впечатления цифры, это все, соответственно, терминализация происходит за 10 минут и 23 секунды, а сама эта среда существует, ну, раз в соты линии, там, 10-100 раз в линии. То есть это новое состояние, которое реально наблюдается в лаборатории, и которое, вот это является жидкостью по заключению американской институт физики, самой низкой вязкости из всех существующих природных, известных в природе. Это состояние существует, там, где-то 10-22-21 секунды, и, тем не менее, свойства его достаточно хорошо изучены. Как же они изучены, как все это описывается, вот, оказывается, и откуда это вязкость узнали, оказывается, думали, еще раз говорю, что это все будет механической суммой столкновения наклонов, а оказалось, что это описывается вот как жидкость гидринамической модели, ну, например, один из эффектов, который убедил, что это здесь действительно открытие, состоит в том, что вот здесь в центре у вас какой-то сгусток, такой вот формы, здесь у вас какое-то есть давление, сюда градиент давления больше, чем густо, чем по длинной оси, и поэтому частицы, которые летят сюда, более энергично оказываются, чем частицы летящие перпендикулярно, это так называемый эллиптический флоу, эллиптический поток. И вот этот разлет, эта штука образуется, потом разлетается, охлаждается, и переходят уже в адроны, и вот этот разлет, включая импульсные характеристики и охлаждение, описывается гидродинамикой, гидродинамической модели. Вот описывается гидродинамикой, и когда вы описываете гидродинамик, то вы боите вязкость, и потом фитируете данные, так сказать, вы видите, что описывается гидродинамической моделью, из подгонки данных определяется эта вязкость, и она оказывается очень маленькой. Вот так вот это было наблюдено. Теперь это означает, что, ну, что вот здесь было особенно необычно, что очень быстро термолизуется, то есть это возможно, когда частицы очень сильно взаимодействуют друг к другу, а по тем идеям асимпатической свободы, которые упоминались Александр Сергеевич, ожидалось, что константа эффективная достаточно мала будет здесь, и вот поэтому ожидали, что как оказалось некое сильное взаимодействие. Ну, вот дальше говорится, особенно в популярной статьях о том, что это у кого-то происходит, и давайте с этим покончим. Значит, ну что тут, это состояние, на самом деле, по, ну, говорится, что в лаборатории мы наблюдали состояние, в котором находилась ранняя Вселенная через 10 минут с 6 секунд после этого большого взрыва. Когда Вселенная существовала 10 минут с 6 секунды, то она во всем пространстве, не только в этой точке, в этой точке, в нашей корпорации, находилась вот в этом состоянии. То есть мы узнали, сейчас померили экспериментально, мы это как коммуна, как коммуна, и только мы, конечно, вот померили, в состоянии, узнали, как описывалось, каким уровнем состоянии, такими свойствами обладалось вещество Вселенной. Вселенная все время расширяется термическое обновление, успевает термализоваться. Вот мы узнали, что, оказывается, она была в жидком состоянии, практически идеальной жидкости через 10 минут с 6 секунд после большого взрыва. Дальше еще одно такое из эффектных, при таких поражающих воображениях приложений, это что здесь, скажем, отшляется, когда мы сталкиваем лук-музык, это большая сложность ядерной материи, и тем самым мы подбираемся к непосредственному наблюдению, скажем, того, что образуется в нейтронных звездах. То есть такие мы из лабораторных наших наблюдений научным образом, эмпирически, научным, находим приложение и узнаем что-то опытным образом о таких далеких от нас эстетических, эстетических объектах. Теперь, ну это такая вот внешняя, экспериментальная, в каком? Внешнее по отношению к теории, то есть экспериментальная часть, а сама теория, собственно, должна заключаться в понимании как происходит это сильно, почему так быстро термализуется, то есть что за природа этого сильного взаимодействия и как это все происходит. Ну и тут, конечно, мы на самом деле, это я только для лекции вам говорил, как теоретики, я, конечно, этим вот че, непосредственно, это мало, два обзорников, кстати, я считаю, сам этим не занимаюсь. Как мне кончать или еще? Ну, сколько вам надо еще? Это я могу остановиться в любой момент. Значит, в следующем я могу остановиться здесь и попытаться ответить на вопросы, либо я могу рассказать о какой-то идее достаточно экзотической, и что за сильное взаимодействие стоит за этим вот наблюдением, что теоретики быстро термализуются. Ну, у нас еще есть минута 5-10, можно послушать еще экзотики. Можно сразу вопрос? Да. Скажите, вот эта жидкая среда, она обладает агизотропией, что выходит, что это жидкий кристалл? Я, честно говоря, полностью на что жидкий кристалл. Это жидкость, описывается обычной жидкостью, вот просто... Нет, 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 ну вы говорите, там... Идеальность? ...на обладает по-разному. Это просто столкновение такое несимметричное. Мы создали, когда сталкивали два ядра, мы их не можем... Они обычно в среднем сталкиваются не строго центром по центру, тогда был бы круг, и тогда бы это издобили, а симметрии бы не было. Это просто столкновение несимметричное, начальные условия несимметричные. Но благодаря этому мы узнаем, что эта несимметрия переходит с помощью обычных формул гидродинамики в разный градиент давления, и это приводит к наблюдаемым следствиям. То есть эта несимметрия создается в самом самим столкновении с несимметрией начальных условий, а не несимметрией с средой. Есть ли в этой новооткрытой жидкости поверхностное натяжение? Ну, поверхностное натяжение может быть и есть, но я не думаю, что... Как вам сказать? Что это то, что сейчас измерено. Не знаю. Если это капли жидкости, наверное, есть, я не знаю. В обычной гидродинамике, что в обычной гидродинамике, то есть действие. Ну, так вот, чтобы специально померили поверхностное натяжение. Ну, и для поверхностного натяжения нет. Ну, наверное, есть, да, но как вам сказать? Здесь же все-таки это очень динамичное... Это же расширение, это же все происходит очень быстро. Сначала создается такой... Это все равно то, что называется фаербол, это горячая капля. Это очень нагретая капля, и потом она... Друг холодная среда, и это основной процесс, который происходит, это просто расширение этой горячей капли в окружающую холодную среду, и при этом граница как такова, и не то, что там поверхностное натяжение играет какую-то существенную роль. Это просто расширение этого скулска, да. Если действие в поверхностное натяжение, то есть, возможно, какое-то связание двух капель, или большего количества, в одну? Может быть, и возможно. Это в каком-то смысле, я даже не знаю, это идеальная жидкость, вы можете сказать, что это с первоначальника были какие-то капли, которые вошли в одно, это... Вся лодность взаимодействия, где были начальные частицы, через 10 минут, 23 секунды после столкновения, их можно описать единой жидкостью, вот так вот, с определенными свойствами жидкости. Вы можете про обычную жидкость тоже сказать, что она стоит из капель. Тут зона говорит про слияние таких вот частиц этой жидкости, потому что, ну, очень маловероятно, что у нас эти ядра столкнутся столь близко друг к другу, чтобы эти капли друг с другом не успели провозаимодействовать. Утверждение ставит в том, что вот задействованы 23 секунды, которые именно с этим терминфермы, вот все эти, все, что все кварки, глионы, которые здесь были, они стали средой, но решили, как и через терминфермы, и через терминфермы, и через терминфермы. Потом другие ядра столкнутся, конечно, события много, в каждом событии, вот что значит жидкость, я вам сказал, это, вот 7000 частиц оттуда вылетает, просто зарегистрировано, когда она окончательно расширится и попадет в детектор, то, что он стоял уже охлажден в виде, это будет составлять 7000 типа продонов, частиц обычных, несколько тысяч, вот это одно событие, потом столкнутся два других ядра, их тоже наблюдают, потом в среднем все это описывается какой-то, да, еще вопрос, да. А кварки могут вылететь из этого ядра? Нет, потому что это хороший совершенно вопрос, правильный, вот когда они образуются, когда они здесь образуются, но когда мы их описываем, температура и всем жидкостью, вот здесь мы как раз находимся по температуре немножко, но не то, что сильно, но больше, чем та самая критическая температура, про которую отнимал Лос-Анцетин, вот это больше критическая. В этом эксперименте мы уже сейчас отдельно исполним, поскольку все описывается гидродинамикой, в смысле термодинамикой, то мы знаем и температуру, которая здесь в начальный момент была, и в начале, она действительно была температурой выше критической температуры, то есть при этой температуре, отдельно найти критическую температуру, можно будете найти численные экспериментные решетки, мы знаем, что действительно это было, кварки могли быть обучительные и обучительные. Дальше, по мере того, как эта жидкость разлетается, она охлаждается, И по мере того, как она охлаждается, в конце она, то, что наблюдается уже в детекторах, таких, так близко детектора поставить нельзя. Детекторы, они все-таки стоят, я не знаю, по метрам, я не знаю, где там они стоят. Там уже детектируются обычные адроны, то есть квашек. В этом смысле наблюдения непосредственно нельзя, потому что все равно, я вам сказал, что все это кончается через 10 минут, 22 секунды, там, или еще что-то. Но после, но какая-то, есть очень красивые методы, так сказать, микроскопы, это долго рассказывать, адроны с разными характеристиками, они просто по формулах оптики, можно сказать. Вы умеете потом прощупывать, как это все развивалось во времени, по расстояниям. У вас есть из конечных частиц, вы можете устроить микроскоп, который будет... Разные конечные частицы будут чувствительны к разным областям начальной этой капли. То есть вы можете узнавать свойства капли, но окончательно регистрировать вы будете по-прежнему адроны, потому что все равно все охладится и придет наш обычный метод через 10 минут, 22 секунды. Ну, я так понимаю, что надо знать не окончательно, да? Что вы можете сказать, вот как вот это соотносится с теми, с характеристиками тех адуклатронов, которые в Дубне? Тоже очень хороший вопрос, спасибо за него. И вот, значит, на самом деле это первые результаты, когда первые представители решали строить, то нужно было большую часть научного мущества, чтобы поставить... И просто так это целую жизнь свою надо потратить, как бы, как бы, кандидатный человек, который начал этим работать, это программу 10-15 лет, да, там строить детекторы и прочее. Поэтому вот те первые люди, которые строили отпусковители, решились и строили детекторы для отпусковителей и прочее, они, значит, уложили 15 лет там своей жизни. И, в общем, под высокий процент успеха, он слышит, что-то очень интересно. Оказалось очень интересно. Теперь уже существует обширная программа строительства дальнейших ускорителей. И, в частности, действительно, это очень хороший вопрос. И для вас в фактическом смысле, для студентов, важно, поскольку в России строится и свой ускоритель в Дубне, и Россия участвует в международных программах. Вот сотрудник нашего института, ядерных столкновений, и сотрудник нашего института ИТЭФа является сейчас для нас честь, и для нас ИТЭФа, и для страны даже директором крупнейшего европейского проекта, который в Германии осуществляется. И это одновременно означает, на самом деле, мне кажется, это не наручная часть, но, мне кажется, это важная часть. В результате создается такая атмосфера, которая давно уже не существовала, раньше только лет 40-30, может быть, было более привычно, когда интересы и экспериментаторов, и тех людей, которые строят установки, и экспериментаторов, которые там работают, и теоретиков, которые занимают самую фундаментальную теорию, в каком смысле объединены на этом объекте нового объекта, который был отрыв, и, соответственно, на новых проектах исследований. Но полотон будет чувствовать немножко другую часть, там будет больше ягодная плотность, меньше температура. То есть это будет среда, немножко приданная другими характеристиками. Теперь пошла среда, это и мы можем ее характеризовать химическим потенциалом, температурой, и разные ускорители будут частичны к разным параметрам этой новой среды. И вот сейчас в этом смысле и, соответственно, мы говорим, рабочие места здесь будут вообще-то очень интересны. Когда такой широкий интерес, то это, я знаю, по опыту приводит и к тому, что результаты теоретически проверяются, существуют конкуренции, это очень интересный вопрос конкуренции. Вопрос в том, что мы можем уточниться. Несколько лет назад я был на конференции, там на инскурсии показывали, что это не вот этот большой ускоритель, переделая столкновение ядер. Дело, переделываю. Да, потом мы выкинули из подвала этого ускорителя все кабели, которые там за много лет накопились, сделают там еще один ускоритель, тоже неснотворение ядер. Вот эти два уже существующих ускорителя, они для квартал-мёдных платных слабоватых? Ускоритель, о котором сейчас идет речь, это проект NICA, N-I-F-C-A, но он там в сокращении довольно искусственное, потому что реально это другие слова, там фигурят. Вот это запуск 2015 года примерно. А вот те уже существующие для этого телеслабоватые? Так, это сейчас речь идет о проекте NICA, который для тех, которые сейчас существуют, это, грубо говоря, будут начальными, так сказать. Ну, как всегда бывает, ускорение часто осуществляется один за другим, и это скорее начально. Они будут его использовать, но как для ведения начального, потом ускорять будут, а начальный пучок будет создаваться. Спасибо. Так, давайте поблагодарим докладчиков. Учитывая, сколько времени там, сколько времени мы можем еще, наверное, докладчиков помочь, наверное, можно попробовать задавать вопрос о моем докладчике. Да, да, конечно. Кто не успел спросить первого, наверное, к сожалению. Сказано, что радиоциумы, леоны, они были обнаружены, да, на области, а вот в этой, ну, плазме, они были, как вы знаете, исследованы. Это вот вторая часть, которую вы мне не дали время рассказывать. Я вам рассказал экспериментальную часть. И потом, скажите, остановился на том, что на самом деле, зная только вот кварки и леоны, то есть то, что называется приморка леон, в фанте, в том динамику, в первом части с кварки и леонов, эти свойства не ожидались. И это было открытием неожиданным. А вот в попытке уже объяснить это очень важной роли, и у вас практически единственной перспективой является уже использование струн для картины. Поэтому, если бы у меня было время, я бы вам пытался бы описать, как там струны, в какую роль играют струны в этой плазме, согласно гипотезам. Это наблюдение, это уже, так сказать, установлено. Вот это открытие, это поставлено печать, это, кажется, неспособен, что мы являемся на жидкость с неименьшую вязкостью природы. Вот это я вам сказал. А уже теория, это то, что существует как гипотеза. И практически несомненно, что без струнной картины объяснить эти свойства наблюдённой нельзя. Сказать, что уже струнная картина прям вот всё объяснила, вот это всё. А решётка может быть, если решётка? Решётка я упомянул совсем в другом смысле. Есть два типа экспериментов сейчас, хотя они друг к другу относятся. То есть это вот настоящий эксперимент, это вы строите железки и прочее, 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 прочее. Это настоящий эксперимент. А есть ещё численный эксперимент. Мы сейчас точно знаем Лагранжан в антиокромодинамике, просто как теорию вот прямой травмировки. Поэтому мы можем устраивать численный эксперимент. Вы знаете Лагранжан, решётка, это имеется в виду способ подчисления на компьютере. То есть на компьютерах мы можем моделировать, и причём быть уверенными, что мы моделируем ту самую теорию, с которой сделан эксперимент. Но моделировать мы можем далеко не всё. Кое-что мы можем моделировать, и в тех случаях, когда мы можем моделировать, мы используем и то, и другое. Так сказать, и настоящий эксперимент, и численный эксперимент. Можно я вопрос про критическую вот эту температуру? Примерно известно хотя бы, какой у неё порядок, и есть ли у неё какие-то теоретические... Можно написать. 200 мэр. Ну вот это... Нет, ну понятно, что вот как бы... А вот откуда это порядок? Это просто экспериментально померено, или есть какие-то теоретические... Ну вот здесь в каком-то смысле экспериментально померено. Вот здесь у вас образовалась жидкость. Вы знаете, что это уже кварт-глионная плазма, что это не адроны, а кварт-глионы. И с помощью вы описываете всю эту гидрономическую модель, и там есть температура, и в этом смысле вы можете, конечно, померили непосредственно. Теперь вот та тема. С другой стороны, вот эта критическая температура была известна теоретикам намного раньше, чем состоялись эти эксперименты, потому что как раз критическую температуру можно моделировать в численных экспериментах, можно измерить в численных экспериментах на компьютерных. Она была измерена значительно раньше. Она та же самая температура, но просто критическая температура для бесконечной среды. Это как раз то, что можно найти на компьютере надежно. Найти просто численно. А вот поцентр для времени, как по-моему, 10 минут 23? 10 минут 23, это просто вот... Есть эта гидродинамическая модель, которая все описывает. И в ней она, гидродинамическая модель, это просто, что значит, это уравнение на въезд Токса, которое вы все изучали, наверное, все, не знаю, все на въезд Токса, где в школе изучают, в университете, я уже забыл. Вот, да, вам было, да. Есть уравнения, стандартные гидродинамики, и, как любые уравнения, это деференциальное уравнение, в ней нужны, нужны, нужны заодно. Решение зависит от начальных условий. И начальные условия формулируют в это вот... Время, когда установилось равновесие, это и есть, вот, входит в начальные условия. Мы знаем, что все деференциальное уравнение описывают, все, начиная с такого вот времени. Это параметр, который входит в системе описания свойства этой жидкости. И вообще, в этом, конечно, трудно оценить, но то, что открытие было сделано с помощью дифференциальных уравнений, это поразительное изменение точки зрения, потому что сначала мы изучали дифференциальные уравнения, там, конденсум, это, в общем, какие-то классические физики, потом мы все изучили, что в квантовой теории совсем все по-другому, там, прыжки квантовые, и все, никаких непрерывностей к речи нет. И то, что крупнейшее открытие в нашей области было сделано таким образом, что оказалось, что дифференциальное уравнение, то есть непрерывная классическая физика описывает совершенно новое явление, среду это, по-моему, и все прочее, является поразительным, и опять, сменой теоретического опорта. Там как-то уже реактивская экономика необычная. Скажите, пожалуйста, в десятимерном случае он помогает не отдельную сторону, а именно плазмующее. Просто вы задаете вопрос, что происходит с гравитационной стороны выше точки фазового перехода. Да, по сути дела, вот этот вопрос. Но вот это как раз то, что, к сожалению, удалось рассказать Валентину Ивановичу. Что это кратко? На самом деле, вот выше точки фазового перехода, помимо вот наивных степеней свободы, которые, вот, можно было бы ожидать, что у нас просто разлетаются в курарке глиона, имеются дополнительные степени спират. То есть, по-видимому, возникают магнитные степени свободы, то есть плазма содержит и электрические, и магнитные степени свободы. Это тоже новое абсолютно явление. Более того, там можно ожидать, что они одинаково важны. Электрические и магнитные степени свободы. Более того... Электрические и магнитные стандарты смысле абсолютно стандартно все эти стандартные электрические магнитные объекты и в заключает некоторых протяжённые объекты которые частично находятся дополнительным измерениям частично у нас их и помимо точных электрических магнитных свобода по этому там можно ждать и электрических и магнитных структур. У нас имеется еще дополнительный протяженный объект. То есть вот эта каша, которая возникает в столь коротких моментов времени, она сдобрана многими очень компонентами. И там по-лизимому, если внимательно разбираться в этой области, то можно прямо экспериментально выручивать неперформативную степень свободы. Это вот неожиданно. То есть как бы обычно люди думают, что выше точки права, что сейчас все реализуется, а без того, что как уже вспоминалось, режим силой связи остается, там много неожиданно остается в отличие от обычной электрической платы. В этом пестиментном написании вы говорили, что там удается здесь система сильно связанная, когда мы в действительное описание переходим, она становится слабосвязанной. Это тоже касается. Вот эти объекты, которые выглядят крайне экзотически сложно в обычной теории поля, здесь они и единым образом описываются просто как разные браны. То есть вот все это сложное классификацию дефектов, которые в области сильной связи можно задаться вопросом, какие вообще дефекты можно наблюсти. Скажем, есть струны, мембраны, или вообще что там может быть. Оказывается, вот эта дуальная гравитационная картина позволяет просто провести пластификацию того, что можно ожидать. Чисто топологически? Да, в каком смысле да, почти топологическая аргументация, что можно сказать, что холостого дефекта можно ожидать выше точки фазового перехода. Это вот еще одно приложение того, казалось бы, для первых изгнать лишнего знания. Оно является от них не лишним. Скажите еще. Десять измерений, десятимерная система наше. Они трансляционные восемь, все действуют? Или они повороты там какие-то? Там из них можно воспринимать, что девять пространственных измерений. Они трансляционные, да? правильный вопрос по-другому. Компактификации нет? Нет, здесь, можно, вот в том, что я рассказываю, не нужна никакая конфликация. То есть это вот которое если бы фундаментальную страну мы были обязаны использовать дополнительные кватификации. Здесь мы работаем с другой картой. Вопросы? То есть мы не можем почувствовать измерения, потому что у нас энергия низкая, так что это? Ну, в каком-то смысле да. То есть можно говорить, что несмотря на то, что есть разные точки зрения. Либо мы говорим, что мы не чувствуем эти дополнительные измерения, потому что есть явление дополнительной локализации. То есть грубо говоря, что у нас имеется наш четырехмерный мир, и те моды, которые на первый взгляд могли бы вылетать с нее, они просто локализованы. Вот как на каких-то дефектах у нас происходит локализация чего-нибудь. Это вот такого сорта явления. И именно поэтому имеется барьер для вылетания с нашего четырехмерного мира дополнительного измерения. А туннелирование нет? Ну, все это обсуждается. Естественно, люди обсуждают все возможные туннелирования. Более того, экспериментально изучаются. Вы можете изучать не влияет ли дополнительные измерения на что-нибудь. этот вопрос можно поставить экспериментально. Выглядит приближно так, что если мы столкнули две частицы и вдруг у нас куда-то пропала энергия, то, что называется missing energy, то есть частицы улетели выше измерения. Имеется ограничение на такой процесс. С другой стороны, потенциально имеется влияние этих дополнительных измерений на закон кулона взаимодействия двух зарядов либо двух масс. Вот индуцировали. Раз заход кулона то у вас электромагнитное поле вылазит из-за нашего расстояния? Вот задаемся вопросом не вырезает ли оно дополнительные измерения из-за того, что мы видим жесткие ограничения на закон просто специально люди изучали этот вопрос инструментарь старинные опыты календиша по взаимодействию этих маркетингов. Вот они изучали и повысили точность настолько, что можно делать какие-то ограничения. гравитационное протяжение сейчас до каких маркетингов стоит? Не помню. Честно, да, но вот опять же оно специально. За миллиметром боролись. Да-да, вот чем кончится, не знаю. Боролись за миллиметры и достигли, по-моему, на миллиметрах обычной гравитации. Такого типа, но там одна десятая миллиметра или просто миллиметр, я не знаю, потому что в некоторых теориях предсказывал, что на миллиметре уже начнутся отклонения от обычной гравитации миллиметра, по-моему, прошли, но как далеко не знаю. Наверное, одна десятая Вот есть какие-то сомнения, потому что в каких-то статьях, которые я на эту тему считал, рассматривали протяжение двух протяженных пластин, здесь есть сомнения, что даже если расстояние между ними много меньше миллиметра, но все равно эффективно же взаимодействуют пластины целиком, а не только близкие. Я детали не знаю, я просто помню ответ, чтобы были модели, где предсказывалось, что на миллиметре это отклонение от гравитации за счет лишних измерений, и оказалось, в истории последних десяти-пяти лет и оказалось, что на миллиметре ничего не произошло. Вот это я только как ответ помню, от деталей я абсолютно не помню. Спасибо. Если вопросы кончились, то тем, кто хочет писать реферат по этой теме, предлагаю остаться. Благодарим АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ